Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Происходит что-то невероятное, мировая элита в панике, а банки сейчас собирают экстренные, что самое интересное, не публичные совещания. Почему они это делают? Потому что глобальная макроэкономическая картина стремительно ухудшается. Центральные банки различных стран мира выпустили множество предупреждений о крупных событиях, которые произойдут очень-очень скоро, и всем мы должны обратить на них свое внимание. Все, о чем они так беспокоятся, произойдет в мировой экономике, а именно в США, Австралии, Великобритании, Японии, Китае и так далее. И все это будет иметь последствия на рынках. Что ж, давайте сразу перейдем к новостям, фактам и данным. Но прежде всего, не забудь поставить лайк, это очень помогает каналу, а мне помогает найти мотивацию для создания нового контента. Поверь, сейчас это очень важно. Давай наберем хотя бы 3000 лайков, как на предыдущем выпуске. Стражам мировой экономики приказано пристегнуться, поскольку перспективы ухудшаются. Мне кажется забавным, что они пытаются показать этих банкиров супергероями, которые призваны всех нас спасти. Хотя на самом деле они являются суперзлодеями, которые все это и создали. Но они правы, действительно пришло время пристегнуться. 16 октября в Вашингтоне закончилась ежегодная встреча собраний Международного валютного фонда и Всемирного банка. С участием мировых экономических лидеров. Министры финансов и руководители центральных банков заявляют. Стремясь поддержать восстановление мировой экономики после пандемии, они обеспокоены тем, что вторжение России в Украину продолжает дестабилизировать Европу и сдерживает ее усилия по ускорению экономического роста. Ну конечно же, центральные банки должны были найти оправдания, чтобы обвинить в ситуации кого-то другого, но не самих себя. Да, война России с Украиной действительно делает глобальные экономические перспективы более мрачными и ускоряет инфляцию. Но дело в том, что у нас уже были эти проблемы с инфляцией. У нас уже были эти раздутые пузыри активов задолго до начала этой войны. Резкое решение Великобритании не снижать налоги. Увольнение Ли Страсс прямо во время заседания и повышение процентных ставок в США также сейчас портят ситуацию. Это было то еще драматическое шоу в Великобритании за последние две недели. С этим новым премьером Ли Страсс, которая объявила о снижении налогов, а затем внезапно была уволена, так и не взял участие в ежегодном собрании МВФ. Внезапно Великобритания получила нового канцлера, который отменил все налоговые сокращения и теперь просто соглашается со всем тем, что ему приказывает Центральный банк Англии. Так кто же на самом деле руководит всеми? Банки или так называемые избранные чиновники, такие как Ли Страсс? Как говорится в статье, все другие центральные банки и казначейства по всему миру становятся очень обеспокоены тем, как сильно растет американский доллар, потому что это приводит к краху валют по всему миру. Например, австралийский доллар упал с 76 центов до 62 всего лишь за один месяц. Будет очень интересно посмотреть, смогут ли эти центральные банки оказать давление на Федеральную резервную систему США, чтобы заставить ее ослабить доллар. А ослабление доллара, как известно, приведет к росту на фондовом и криптовалютном рынках. Но этого, скорее всего, не произойдет в ближайшее время. Члены группы также поссорились из-за решения Саудовской Аравии возглавить сокращение добычи нефти. В глазах западных стран это рискованно, поскольку Европа борется с энергетическим кризисом, а США пытаются обуздать самую высокую инфляцию за последние четыре десятилетия. Нечто очень важное происходит прямо сейчас, когда у нас стремительно растет инфляция, а США истощает свои стратегические запасы нефти, чтобы попытаться снизить цены на топливо и энергоносители. Иными словами, пытаются уменьшить инфляцию. Но страны ОПЕК вдруг сказали, нет, мы будем сокращать поставки, потому что цены станут слишком низкими для нас. И это нормально, страны ОПЕК заботятся о своих интересах. Они не хотят, чтобы цены на нефть продолжали падать, потому что будут терять доходы. Но с другой стороны, это усугубляет инфляционный кризис во всем мире. Но следующая новость еще хуже для нефтяного кризиса. Бывший член исполнительного совета МВФ отметил нейтралитет Китая, второй по величине экономики мира и главного кредитора развивающихся стран. В нефтяном вопросе эта страна поддерживает нейтралитет и тем самым сдерживает возможность достижения реального прогресса в решении этой проблемы. Ситуация начинает ухудшаться. Мы видим эскалацию между странами США, ЕС и даже Австралия с одной стороны и Китай с другой. Так что все эти центральные банки и правительственные чиновники сейчас начинают призывать Китай вовлекаться в нефтяной вопрос. В целом, это была довольно пессимистичная неделя, подытожил бывший член МВФ. Эта ситуация очень беспокоит, ведь несмотря на то, что они провели это экстренное совещание, похоже, что они не смогли решить ни одну из проблем, которые сейчас стоят перед ними. Они смогли только поднять некоторые вопросы, но достигли никакого прогресса, тем самым только лишь ухудшили ситуацию. Поскольку 60% из 75 беднейших стран мира уже находятся в бедственном положении, руководители финансовых ведомств различных стран, начиная с Соединенными Штатами и заканчивая Замбией, призвали богатые страны сделать больше для того, чтобы помочь уязвимым странам реструктурировать их долги. Я не знаю, как эти богатые страны смогут помочь этим более бедным, ведь все эти богатые страны, такие как США, уже имеют огромные долги в триллионы долларов и сами находятся в огромном кризисе. Я не знаю, насколько они смогут помочь, так как мы уже имеем растущую инфляцию, а печатание большего количества денег для помощи этим более бедным странам только ухудшит положение вещей. У нас уже и так много проблем в наших собственных странах, и так много людей, которые борются за существование в наших собственных странах, особенно в моей родной стране, которая фактически борется за право своего существования. Возможно, мы могли бы иметь гораздо больше средств для помощи этим бедным странам, если бы большая часть денег, которую они получают как помощь, не испарялась бы из-за сумасшедшей коррупции в этих бедных странах. Но похоже, что министр финансов США Джанет Йеллен готова помочь этим странам даже больше, чем собственной. Йеллен подвергла критике медленный прогресс в реализации инициативы G20 по привлечению кредиторов из клуба традиционно богатых стран вместе с Китаем для попытки реструктуризации долгов некоторых стран с низким уровнем дохода. Китай вообще не принимает участия в этих усилиях. Я думаю, ребята, что Китай больше не может называть себя развивающейся экономикой, учитывая, что она падает, хотя они все еще являются второй по величине экономика в мире. Но поскольку Китай сталкивается с собственными проблемами, они теперь заботятся о себе в первую очередь. И им явно не до каких-то там бедных стран. МВФ понизил прогноз глобального экономического роста, предупредив, что усилия центральных банков по сдерживанию инфляции могут нанести еще больший вред. Люди ожидают, что центральные банки будут продолжать сжать по тормозам, пока финансовая система не треснет. И самым большим риском остается рецессия, вызванная действиями центральных банков по всему миру. Я думаю, что мы уже начинаем видеть, как что-то в финансовой системе ломается. Например, пенсионные фонды Великобритании уже почти банкроты. Мы видим, как рушатся рынки облигаций. Мы буквально видим худший обвал рынка облигаций с 1929 года. Они упали намного хуже, чем во времена Великой Депрессии. И при этом центральные банки говорят, что самый большой риск это рецессия. Но я думаю, что мы уже в рецессии, пусть официальные лица этого до сих пор не признают. Представители многих центральных банков выглядят обеспокоенно. Некоторые из них говорили, что центральные банкиры должны иметь сердце и помнить, что за каждым повышением ставки стоят страдающие люди, сказал министр экономики Бразилии. Теперь они говорят, что им нужно прекратить поднимать процентные ставки. Бедные и средний классы страдают прежде всего не от этого, а от высоких цен на газ, на продукты питания, на счета за коммунальные услуги. И на самом деле больше всего эта ситуация влияет не на них, а на богатых. Почему? Потому что акции упали примерно на 70%. Криптовалюты и облигации упали на 50%, 80% и даже 90%. И кто владеет большей частью активов, богатые или средний класс? Конечно же богатые. Так что действительно эти повышения процентных ставок влияют на богатых гораздо больше, чем на средний класс, потому что безработица все еще на рекордно низких уровнях. Так что действительно эти повышения процентных ставок влияют на богатых гораздо больше, чем на средний класс, потому что безработица все еще на рекордно низких уровнях, при этом инфляция все еще на рекордно высоких уровнях. Кристаллина Георгиева из Международного валютного фонда призвала Министерство финансов разработать целевые и временные меры, чтобы облегчить боль, вызванную повышением ставок, не усложняя при этом усилия центральных банков. Это мнение поддержал комиссар Европейского союза по экономическим вопросам, который предупредил, что не всем странам блока удается избежать конфликтов в этом вопросе. По сути, они говорят о том, что центральные банки и крупные банки управляют всем этим шоу. И если кто-то попытается пойти против их программы, он будет уволен, как и предыдущий канцлер Великобритании. Так я задаю вопрос, а кто на самом деле устраивает это шоу? Кто им управляет? Правительство или все-таки банки? Мы должны понимать, что вся мировая экономика стремительно ухудшает. Вот какой основной вывод этой закрытой встречи центральных банков всего мира. Банки впадают в отчаяние, мировая элита паникует, и их предупреждения в это время пристегнутся, ведь все будет значительно хуже. Инфляция будет продолжать расти, геополитическая напряженность будет продолжать ухудшаться, и очень вероятно, что мы будем сталкиваться с Великой Депрессией и глобальным финансовым кризисом. Назву богатейшие действия видео было тебе интересным. Не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, если ты тут впервые. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok